Сергеем Ильином, после того, как закрылась конференция, записано у Игнатия, выставлено, где его не видел Игнатия, не было, никого не было. Мы вдвоем с ним были, Сергеем Ильином, разговаривали сейчас часа в полтора или два, наверное. Ну, просто так вот, души. Так, Игнатия Тихоновича не было. Он был, присутствовал. А вы не слышали его? Если вы против, то вы можете сейчас покинуть беседу и впредь не заходить. Да нет, почему я не против? Хорошо, тогда начинаем занятия. Послание к Ильинам, первая глава, 17 стих. В нем открывается фрагда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Толкование. Сказав, что благовестие есть во спасение, объясняет, как оно есть во спасение. Нас, говорит, спасает правда Божия, а не наша. Ибо какую можем иметь правду мы, проклятые в делах и раскленные. Но Бог оправдал нас не от дел, но от веры, которая должна возрастать в большую и большую веру. Ибо недостаточно того, чтобы сначала уверовать, но мы должны восходить от первоначальной веры в веру совершеннейшую. То есть, в состояние непоколебимое и твердое. Как и апостолы сказали Господу. Умножь в нас веру. Читаем, Евангелие от Луки, 17, 5. А сказанное, то есть, что мы оправданы правдой Божией, подтверждает словами из порочества Аввакума. Праведный же верой жив будет, так как, дарованная нам Богом, превосходит все мысли человеческие. То по справедливости нужна для нас вера. Ибо если бы мы начали выведывать дела Божии, то потеряли бы все. Вопросы? Пожалуйста, задавайте. Комментарии, дополнения. Если желающие, дополним, пожалуйста. Найтихович скажет, нет? Я скажу слова такие, что по вере, говорит, совершеннейший. Недостаточно того, чтобы ходили и свечки ставили. Что интересно, Петр Мамонов об этом очень хорошо говорит. Обставится свечками, водой заливается, ходит. А Бога не знает совершенно, потому что это трудно самим собою. Вот надо входить в состояние другого человека. Чтобы Бог открыл. Как ему дать большую веру-то? Не просто в храм пришел. А раз он ничего не знает, он теперь только думает, как показать свой патриотизм. Совершеннейшая вера, это достигается молитвой. Смирением, постом, полной отдачей Господу. В словах прочитали хорошее, а теперь их надо применить к себе. Когда я уверовал, я какой был, сколько лет прошло, все еще не с места не сдвигается или хуже стал. Я слышал такие слова. Говорит, я пока не верующий был, я лучше был. Это страшный приговор нам и нашей вере. Называемся православными. Вот сейчас сколько споров идет, там пугает гробницу Господню в Иерусалиме, там реставрация идет. Но я сегодня договорился уже, ролик буду ставить на эту тему. Ролик огромный будет, такого в интернете нет. Все на основании Библии показать. Нужен ли этот гроб? Действительно ли он Господень гроб? Что из этого получается, что его почитают там? Что за эти годы произошло, как его открыли? Как бы открыли? Сколько войн прошло, это Богу надо, а кто человеку убийца? Вот оно из веры в веру. Нас подталкивают к этому, чтобы мы имели непоколебимое и твердое убеждение, что мы идем за Господом. И по этому слову он нас будет судить. Отошел. Благодарим. Идем дальше. Римлянам 1.18 И открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Толкование. Начав с того, что заставляет большие блага и сказав, что правда Божия открывается через благовестие, употребляет теперь выражения, которые могут устрашить. И познал, что большая часть людей привлекается к добродетели страхом. Так и Господь Иисус, говоря о Царстве, говорит и о Диене. И пророки сначала предлагают обетование, а потом угрозы. Ибо первое есть дело, предваряющее воли Божией, а последнее следствие нашего нерадения. Обрати внимание на порядок речи. Пришел, говорит Христос, и принес тебе праздание и прощение. Если не примешь их, то открывается гнев Божий с неба, очевидно, во время Второго пришествия. И теперь мы испытываем гнев Божий, но к исправлению. А тогда второй пришествия только к наказанию. И теперь мы во многом думаем видеть обиду от людей. А тогда ясно будет, что наказание от Бога на всякое нечестие. Истинное служение и благочестие одно. А нечестие многообразно. Поэтому и сказал, всякое нечестие. Так как оно имеет много путей. И неправду человеков. Нечестие и неправда не одно и то же. То бывает против Бога, а это против людей. И притом первое есть грех созерцательный, а последнее деятельный. И неправда имеет много путей. Ибо ближнего обижает кто-нибудь или в имении, или в жене, или в чести. Впрочем, некоторые утверждают, что Павел и под неправду его разумеет учение. А что значит подавляющих истину неправдой, выслушать. Истина или ведение о Боге вложено в людей при самом рождении их. Но эту истину и ведение язычники подавляли неправдой. То есть оскорбили, поступая против сообщенного им. Приписав славу Божию идолам. Представ человека, получившего деньги для издержек на славу царя. Если бы он издержал их на воров и блудниц, то справедливо был бы назван оскорбителем славы царя. Так и язычники подавляли неправдой. То есть скрыли и несправедливо затмили славу Бога и верение о нем, употребив их, не так, как следовало употребить. Показание закончено. Пожалуйста, вопросы, дополнения. Можно? Можно. Я вот на днях слушал Алексея Ильича Осипова. Ему один семинарист, поступающий в семинарию, задал вопрос, огневается ли Бог? Алексей Ильич ответил, что Бог гневаться не может. И это все антропоморфизм, так сказать. И это написано для людей невежественных, он объясняет. Ну, неграмотных. И мне хотелось спросить профессора, а для тебя грамотного гнева нет, Божия, что ли? Ну, короче, он так это говорит, что... Не обращайте внимания, мол, это на это, что написано, что Бог гневается, что есть гнев Божий. Это не так важно. В общем, как-то сгладило это все, успокоило семинариста. То есть страха Божия как бы из-за этого и не может быть. Просто люди, если так воспринимают, будут воспринимать его, то о каком страхе Божием говорится? Никакого страха Божия не будет у людей. То есть противоречит полностью тому толкованию, которое вы сейчас прочитали. Это... Да, печально, конечно, и прискорбно это слышать. У меня в гостях как раз семинарист тоже. Спрашиваю у него. Учится в Аннаульской духовной семинарии. Вот, Виктор Савченко. Я сейчас спрашиваю, чем занимались на семинарии. Латынь учили, а зачем? Ну, как, если я по латыни с бабушкой заговорил, он скажет, ой, какой хороший батюшка, на латыни разговаривал. Вот, и... Чему вот сегодня брату? Что проходило, что мы семинарии? А профессор Осипов учит вот таких, как Виктор. И когда заглядываю в Библию, считаем толкование святых отцов, ну, не глупее же они нас были-то. Оставили нам такое наследие, и так этим пренебрегать, я считаю, по меньшей мере неразумно. Ну, как? Бог не может гневаться. Как, когда все Писание переполнено и гиеной, и вечными муками, и Христос возгрел с гневом на торгующих и покупающих в храме. А если все заполнено торговлей, то, конечно, семинаристу надо объяснять гнев. Не эту гнева торгуйте, продавайте, покупайте. Так он говорит, что это, чтобы вот невежественные простецы, люди, вот для них это написано. Ну, и там приводят другие, там, у Бога там руки есть, глаза там и так далее, а у Бога глаз нет. Да, то есть, и тут у нас тоже, и земля плоская, это вот, ну, на самом деле, это так написано, как вот, что Бог, как бы, объяснил. Ну, много мест еще на Писании говорится о том, что, вот, пророк Исаии, например, что Господь высчитает над кругом земным, над кругом. Вот некоторые понимают так, что это круг и плоский круг. И очень много сейчас информации по этому поводу, что нас обманывают, что земля не шар. Ну, а как же Третья ездра 11.32? Говорится о земном шаре, конкретно такое выражение. То есть, это же Библия сама себе не противоречит. Это же нужно тоже разбирать. Хотя это как спасение не относится, конечно. Плоское, круглое. Главное, чтобы мы любили Господа, исполняли заповеди, ходили в страхе Божьем. Да. Но все-таки вот это буквальное понимание ведет к тому, что люди начинают верить уже, что земля плоская. Ну, вот насчет гнева Божия, как раз, ну, и нужно буквально понимать. Что-то нужно буквально понимать, а что-то не буквально. Написано. А вот и походу, что не нужно буквально понимать, что это вот для неграмотных людей написано, что Бог гневается, а на самом деле Он не гневается. Брат, можно добавить? Да ладно. Вот Исаия, 13 глава, 9 стих. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынью и стебить с нее грешников ее. Вот эти слова прочитать, так это исполнишься страхом. А если будешь думать, что это просто антропомофизм, и для простецов, а для профессора это не касается, то и успокоишься, и будешь жить спокойно, да? И страха никакого никогда не почувствуй. Боже. Бог пугает гиеной, чтобы ты туда не попал. А дьявол говорит, что гиены нет, чтобы ты туда сводился. Вот и все правильно. Конечно, очень удобно, как написано, и многие обратят слух именно к крестивым учителям. Очень лестно, Бог не гневается, Бог милостив, Он тебя не накажет. Можно оправдать любой брех и страх. А нет, наоборот, надо, я считаю, страх наводить, и он попад. На семинаристов, в первую очередь, на будущих священников, чтобы они боялись Бога, боялись его оттуда, и пасу свою также в страхе держали. Если нету гнева, нету страха Божия, начни сначала, так всегда учили святые отцы. А вам сразу, на юршую ступеньку, когда беда, совершенная любовь, изгоняет страх. До этой совершенной любви тебе еще трудиться и трудиться. И наступит ли она в совершенной любви. Это либерализм. Вот такой религиозный либерализм. Вот это, значит, с конца 19 века. Пошел. И в православие тоже он проник. Кокетство с Богом. Кокетничать с Богом начали. Что вот сделал одолжение Богу, якобы уверовал. Вот уверовал в Бога, сделал одолжение и все. Ты уже можешь там считать, умнеть других себя. Вот это вот большая ошибка и грех. Вот Иосифов, он такой либерал от православия. Господи, прости меня. Это вот учение возникло. Это вот учение возникло из того, что люди пытаются поставить так, что Бог, он же совершенный. А раз он совершенный, значит, он стоит над всеми чувствами. По-другому он бесстрастен. А бесстрастен, значит, он не может ни гневаться, ни раздражаться. То есть нет у него таких проявлений чувств. То есть раз он совершенный, то есть он бесстрастен. И вот на этом, на этом как раз вот это все построено. Желая выиграть, как бы сказать, вот Бог, он прям вообще вот, то есть что в нем ничего не присутствует. То есть что раз совершенный, значит, не гневается. Там и то, и другое. То есть в нем нет страсти никакой. Из-за этого возникло такое вот учение понимания. Сергей, можно, конечно. Михаил Гордеев, говорите. Хочу добавить. Еще Осипов говорит к тому, что в православии вот столько страху нагоняется, 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 и написано действительно, если праведник едва спасается, а мы-то кто здесь? Осипов прямо в зал говорит, ну вот кто здесь в зале святой-то есть? Ну, может быть, я, да вот этот, кто его призвал, там кто-то этот, в общем, руководитель этого всего. Он говорит, а вы-то все кто? Святые? Ой-ой-ой, если только открыть вас всех, да тут ужас-то какой будет. Семинаристы и прочие там люди сидящие, которые пришли послушать, лекцию. Вот о чем. Говорит, не нужно представлять православную религию вот таким монстром, когда там все, все под запретом, под запретом, 10 лет, 20 лет, 3 года и прочее все. И непростительно, и Бог, и ничего, и чтежит то, и то, и другое. Кому нужна такая религия? Если там никто не спасется, все в ад идут. Он только, конечно, он образно говорит, Осипов-то не я, косноязычий такой, а он по-другому это говорит, объясняет. Естественно, есть заповеди, заповеди соблюдать нужно, чти отца своего, прочее все, и заповеди Божьи соблюдай, и долголетием на земле будешь, и болеть не будешь. Вот о чем? Потому что самым грехом наносим тебе рану. Потом болеем за каждое, значит, вот это все праздное слово отвечать придется здесь, на этой земле. Но впоследствии святые отцы же говорят, что должны спастись все, только лишь пробыв в какое-то чистилище, или может по-другому назвать, вот то, что там за гробом еще будет. И вот как головня из огня-то, вот, может быть, и страшно будет тогда, когда это вот претерпишь, как головня из огня спасаться будешь. А если бы... Это не для чистилища человек спасается, я перебил вас, Михаил. У нас православные занятия, поэтому давайте вот это лжеучение ну, ну, так оно вроде оповедовать. Все хорошо. Брат Михаил, а вот можно мне то сказать, да, но вот чем лучше что? Поднять руки. Поднять руки. А у меня меня не видно. Давайте. Можно, нет? Можно. Вот. То есть представлять православие вот таким вот как бы лубочной религией, где все такое добренькое, и Бога представлять таким вот, улыбнулся ему, и все, и он тебя, значит, уже расставил перед тобой. Да нет, не так. Это не совсем правильно. Представлять христианство вот такой вот лубочной религией. Нет. Не, нечего кокетничать с Богом. Вот. Мы приходим к нему все рабами, а потом получаем усыновление только, если заслужим. Вот. А открывается гнев Божий. То есть апостол Павел в Духе Святом пишет «С неба на всякое нечесть и неправду человеков, подавляющих истину неправду». О ком это говорится? О об язычниках. И дальше, мы дальше, давайте прочитать, что дальше-то с ними будет. Кто такие они потом превратятся в кого? На то, что просто не пожелали иметь ведение о Боге. О чем мы тут рассуждаем-то? Давайте дальше идти. 19 и 21 стих. Ну, не даем, да? Уже, как бы, проговорили, но все. Нет. Так мы будем на одном месте толще. 19 и 21 стих. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, кому? И личникам. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимых, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но суетились умствования своих, и омрачилось несмысленное их сердце. толкование. Выше сказал, что язычники оскорбили введение о Боге, опотребив его не так, как следовало. Из чего же видно, что они имели это введение, об этом говорить, и что они имели это введение, об этом говорить теперь. Ибо то, что можно знать о Боге, явно для них. Затем это доказывает, говоря, что о Создателе возбещают благоустройство творений. Так и Давид говорит, небеса проповедуют славу Божию, Псалом 18.1, а что именно можно знать о Боге, позная следующего. О Боге иного нельзя знать именно сущности его, а иное можно знать это все относящееся к сущности, то есть благость, мудрость, сила, божественность или величество, что и называет Павел невидимым его, но через рассматривание тварей видимым. Таким образом, апостол показал язычникам, что можно знать о Боге, то есть все, касающееся его сущности, что для чувственных очей невидимо, но умом может быть познано из благоустройства творений. Некоторые под невидимым разумеют здесь ангелов, но такое разумение по моему мнению неверно. Один же из отцов высказал, что вечная сила есть сын, а божество дух святой. Далее написано, так что они безответны. толкование, так оказалось на деле. Бог сотворил мир не для того, чтобы они были безответны, но так случилось на деле. Заметь эту особенность Писания и не порицай ее. В нем во многих местах встречаются такие выражения для объяснения которых надо отыскивать причину упоминаемого в нем в опыте. Так Давид говорит. И лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем. Псалом 56 стиль. Выражение это кажется странным, но оно не таково. В нем высказывается следующее. «Облагодетельствованный тобою, Господи, паче всякого отчаяния я согрешил пред тобою. От этого и произошло, что если ты предъявишь свои права против меня на суде, то победишь. Значит, Бог оправдывается из действий наших, когда мы оказываемся неблагодарными к Нему за полученное от Него благодеяние и не имеем ничего в извинении себя. Не имеют, значит, никакого извинения и язычники, ибо они, познав Бога и створение, не прославили Его как должно, но подобающее Ему почитание воздали идолам». Михаил Кальмарин, давай, может, верно. Я как бы дополню, что ли, твои слова немножко. подавляющих истину неправду. Это понятно, что ты сказал, что про язычников там дальше будет идти речь. Но вот эти слова как относятся ко мне, допустим, к христианину православному. Могу ли я сам подавлять истину неправду? По опыту и по знаниям того, что окружает меня среди православных, я вижу, что это так и происходит, что зачастую подавляют истину неправду, именно православную. То есть не только к язычникам это относится, но я думаю, что и относится ко всему какому-то человеку, который идет против правды. А тем более язычники-то, они не знали Бога, а ты его веровал, допустим, узнал, и называешь себя верующим, и однако же соглашаешься с любой неправдой. Вот я про Осипова не хотел бы говорить, но все равно добавлю, что когда он говорил студентам, для меня, допустим, это показалось, что он именно подавляет истину неправду, и когда говорит вот таким образом. Понимаешь? Ну все. Да, но если язычникам не будет извинения, то уж тем более Осипову. Какое собаку? Любому из нас, любому. Да и любому из нас. ложь, ложь. Если мы лжем, если мы оправдаем неправду, то мы как раз и подавляем истину. Вот допустим, любое слово. Любому хочу сказать слово тут. Говори, брат. Я обращусь тут Михаил вышел и говорил слова перед этим. Как головня и так далее. Хочу сказать толкование на это. Евангелие Тайна, шестая глава. Сороковой стих. Вот пославший меня из Та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Полкование Феофилактона эти слова. Сие последнее воскресение Павел называет возвышением по причине поднятия от земли. Ибо грешники, хотя воскреснут от гроба, но не поднимутся от земли на воду, а останутся внизу, как осужденные. Посему праведники воскреснут и поднимутся восхищаемые на облаках навстречу Господу. Первое писание Никицам 4-й гласе мастерсти. А грешники только воскреснут. Вот это есть головня. Как бы головня написано. Это как раз про всех грешников. Тут очистилище какого-то никакой речи даже нет. Все? Аминь. это для меня. У меня грехов много еще. Еще некоторое время там буду. Но не до конца. Вернусь. Там недоговоренно было. Говорили когда о гневе. Тут надо разделять очень большую грань поставить. Вначале с того что Осипов сказал неправильно. А тут выступил Олег. Дело в том что если я как бы там был то я бы поставил где-то крышку какую-то. Тут одно понимание а тут другое. Иосипов прав. И Олег выступил абсолютно прав. У него размышления у Олега здесь были по высшей степени православные. Бог бесстрастен. И когда написано Бог раскаялся что сотворил человека это означает что он не знал какой будет человек. Ты как о Боге думаешь как о быдале разве? Но написано применительно к нам. Если Бог уничтожает целое население это не означает что он его ласкает. Понятно воззрел гневом. Вот смотрите слово гнев я желал бы чтобы у каждого была бумага и карандаш. Кое-что записывайте потом будете проверять чтобы не жалеть. Записывайте слово гнев в полной Библии встречается 516 раз. 516 516 Виктор Николаевич Савченко сказал что земля шар. Это третья книга Ездры 11 глава 32 стих Запишите потому что ну не каждый может найти 11 32 дальше а Христос был на земле как он гневался или нет говорят разве он может он совершенный человек Прочитаю Марка 3 глава 5 стих Марка, евангелист Марк Он говорит И воздрев на них с гневом Запитая скорбя об ожесточении сердца их Значит гневался Если бы гнев не был от Бога Говорит Иоанн Златоуст Он не был вложен в человека Но у человека то видите Надо понимать как Одно дело когда он походствует на каждую женщину А другое очень важный инструмент Ему дан чтобы люди размножались Как ты его применишь И хлеб дан для того чтобы укреплять сердце А не сжигать его когда в водку превратят его И вот здесь Когда он говорит о язычниках То есть я вернусь сейчас к Осипову Осипов сказал правильно С позиции если бы он объяснил Никакого либерализма нету Бог как сущность Он вне страстных наших побуждений И явлений и движений Все А остальное что говорится Применительно к человеку Антропоморпизм О чем он сказал Это действительно так Но нам на этом не надо задерживаться Понимать что с гневом Что он Ладошкой гладит и в ад отправляет А как же Когда родители будут спасенные А дети в ад пойдут Как они будут В нас будут одни и те же чувствования Как во Христе Иисусе написано Родители с гневом будут смотреть На детей которые не приняли его спасителем Которые гневали его Вот как объясняют Относительно того Что наша вера Православная Скорбная А что лучше Пессимизм или оптимизм Пессимисты Всегда заканчивают радостью Если не сойдется А что лучше Говорит тебе Ну новости хорошие и плохие Что лучше сказать Ну давай хорошие Нет Иначе хорошие Очень быстро Сейчас через минуту Тебе сгладят Ты плохое возьми Ну как у Адама было А потом Господи прости И дальше пойдет только хорошее Вот в этом положении Мы должны быть очень внимательны Бог вложил в человека гнев Человек иначе был бы тряпка Как Златоуз говорит Ни на что не угодно А ты тоже Как Со всяким гневом Воздрел на него Павел и сказал Ты сын дьявола Враг всякой правды Что это ласковые слова Вы думаете Ян Креститель Такой уже был Что лишнего слова не скажет Люди пришли креститься Сегодня бы Сколько ласкательства было Обняли в головку Поцеловали Как у сектантов есть А он разразился Порождение Хиднины Представьте Какая интонация Я однажды сказал на занятиях Ну давайте Произнесите слова Никто не мог произнести Я говорю Дубунова не хватает Он бы вам Змей напустил тут Вот значит Прости Господи Что сказал Так Ну я не ради смеха А к тому что Надо войти в эту обстановку И теперь Когда сейчас прочитали Говорят Они безответные Вот сейчас Крин нам читали Видя дела Божьи безответные Почему Здесь они говорят Оправдывается Там они будут безответные Ну как Да очень просто Не могла лампочка Сама по себе появиться Если ты признал Что у лампочки Есть хозяин Признай Кто его сделал Какой электромеханический завод И так ты видишь Природу Солнце Звезды Кто сотворил Человека нельзя назвать Безумным Не человека А брата И Златоуст говорит Безумнейший из безумных Кто отрицает Бытие Божие Мы должны На это смотреть Как И внимательно И с гневом В первую очередь Что такое Самоосуждение Гнев направлен Внутри себя В первую очередь Против себя С гневом Разговаривать с сатаной Отойди от меня Сатана Ты мне соблазн Не ласкательствовать с ним А то бывало Я помню В детстве нас учили Что ты потеряешь И долго не можешь Натисся Черт, черт Поиграл Да отдай То есть Фактически Призывали его Никто не догадывался Считали Таким способом Сразу найдешь То что потерял Мы собрались Сюда не для Какого-то рассмотрения А своего Собственного пути С чем мы Предстанем Итак Гнев на самого себя Я вспоминаю 23 года пришел Где мои эти годы Кто вернет Я по сегодняшней Бог простил Я верю А Павел Он смазал все Он смазал все Полностью неправ Отошел Ну вот Отлично 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 Сейчас все понятно Идем дальше С вашего позволения Что безумные Поклонения К камням и деревьям Действительно Пожалуйста Есть желающие Так Ну давайте дальше Тогда прочитаем Что там дальше Ну ты Ты будешь Немножко Я хотел сказать На сегодняшний день Просто перевести Вот они поклонялись К камням и деревьям И апостолы ходили Среди них И потом Нам толкование Блаженого Пепелакта Златоуста Говорит о том Что Вся вселенная Была пройдена Апостолами И все народы Узнали Евангелие А вот На сегодняшний день Возьмем Никто не молится Ну почти никто Ни камням Ни деревьям Люди Обратили все это Такое Как бы В невидимое Хотя все вокруг Только это материальное Конечно Они только этому Поклоняются Деньги Хорошая жизнь И так далее Хорошая еда Но Даже апостолов Сейчас запустить И они не смогут Этих людей Обратить к истине То есть апостолам Было легче Ходить среди Этих вот Бессмысленных Язычников Чем сейчас Просто пойти К православным людям Которые знают Христа Чудеса Его знают Знают что есть Воскресение мертвых И что он сам воскрес И однако Будешь говорить им О Священном Писании Что Библия Это Священные слова Бога Которые мы должны Испомнить И никто тебе не поверит Будут гнать Аминь Последнее время Во многих Охладеет Любовь Написано И будут Наглы И дети Останут На родителей Это все Конечно Несомненно Мы видим И сейчас И все Отбывается И в этом Ты прав 23 стих И славу Нетленного Бога Изменили В образ Подобный Тленному Человеку И птицам И четвероногими Присмыкающимся Полкованием Изменяющий Прежде Нежели Изменить Имеет У себя Нечто Другое Имели Значит И они Видение Но Подгубили Оно И Пожелав Иметь Нечто Другое Вместо Того Что Имели Потеряли И то Что Имели Воздали Же Славу Нетленного Бога Нечеловеку Но Образу Тленного Человека И что Хуже Этого Не Зашли До Присмыкающихся Даже До Их Образов По Такой Степени Обедумили Они Познание Какое Надлежало Иметь О Существе Без сравнения Превосходящим Все Они Приложили К предмету Без сравнения Презреннейшему Всего А Славу Божию Составляет То Чтобы Познавать Что Бог Все Сотворил Обо Все Помышляет И Прочее Прилично Ему Кто Ж Именно Погрешил Сказанно Утрейшие Египтяне Ибо Они Почитали Даже Изображения Присмыкающихся Мудрецы Так Мудрецы Но Вот Сегодня Нео Язычники Появились В России Может Кто-то С ними Сталкивался Я Нет Пока Но Слышат Слышал И Вроде Как Произвают Что Надо Русские Они Были Язычники Зачем Нам Это Еврейская Вера Вот Такое Я Слышал Я Хотел Поправить Это Не Нео Язычники А Кто Это Просто Язычество И Все А Нео Что-то Не Не Слышал Не Не Это Новое Язычество Не Не Да Они Так Не Называют Себя Не Не Язычники Я Ладно Про Не Кто-нибудь Слышал Нет В интернете Я Встречался Не Могу С ними С Этим Язычником Здесь Есть Еще Один Такой Аспект Можно Мне Сказать Да Михаил Асфаль Вот Ситуация Такая Что у нас Иконопочитание Это Благословенная Вещь Но У нас На иконах Изображают Дедушку Вот Ну и Выдают его Как бы Я не хочу Даже говорить Как бы Господь Циваот За Господа Циваота За Господа Саваофа Вот И значит Мне прислал Один грек Хороший Такой Православный Видео Там Сидит Такой В епископском Облачении С панагией И Рассуждает Что вот Он художник И очень Услышал От художников Что нельзя Изображать Славу Нетленного Бога Изменили Подобно Тленному Человеку Что нельзя Изображать Бога И он Очень Расстроился И обратился К отцу Кириллу В Троицер Сервилаву И тот Говорит Как Нет Бога Никто Никогда Не видел И видеть Не может А вот И показывает Твою На икону Там Дедушка Изображал Он Так Обрадовался Стал Изображать И Говорит Очень Хочу Молиться Перед Этим Я Греку Написал Что Это Язычество То То есть В полном Мере Это Ничего Тут Христианского Вообще Нет Поскольку Славу Нетленного Бога Ну Нельзя Никак Изображать Мы Имеем Написал Догмата Иконопочитания Где сказано Иисуса Христа Божью Матерь Ну Никак Не Бога Отца Вот Нельзя Изображать Бога Отца Потому Что Бога Никто Никогда Не Видел И Видеть Не Может Вот А тем более Изображают Дедушку Когда Старость Это Как бы Уже Сама По себе Явление Как Явление Тленности Явление Падшести После того Человечество Упало В грех Человек Стал Стареть И умирать А если Он Стар Значит Он Близок К смерти Уже Изображают Сергей Мысль Понятна Благодарим Михаил Что У нас Тоже Есть Такое Которое Неприемлемо Никак Михаил Кальмай Пожалуйста Я Маленько Вернуться К словам Брата Игоря Он Сказал Что Если Сейчас Апостолы Пришли То Они Никого Не Обратили Так же Ну Я Хотел Добавить Что Всему Своё Время Бывает Что Время Бывает Благоприятное Бывает Уже Упущенное Время Вот Допустим Революция Прогремела И Все Перед Революцией Спохватились Много Книг Издавали Много Там Хороших Книг А Уже Люди Не Воспринимали То Что В книгах Писалось И Что Проповедовали Священники Люди Уже Время Упустили Потом Сейчас Когда Советский Союз Рухнул Было Время Благоприятное И Мы знаем Что Игнат Тихонович В полной мере Воспользовался Этим Временем А Церкви Я сам знаю Я в 90-х Пришел К вере Я в Новосибирске Помню Искал Кого бы Найти Проповедующего Кто бы мне Разъяснил Про веру У меня Жажда Была Внутри И никого Не мог найти Священники Ну Ладно Про них Не хочу Ничего Говорить Но По крайней мере Время Упустили сейчас Я вижу Так Что Время Упущено И Сейчас Люди Уже Не жаждут Только Единицы Некоторые Обращаются А в большинстве Своем Уже Русь Отступила И Идет Путем Ну Как сказать Вармагеддон По сути дела То есть Всему Свое Время Запишите Для себя Место О чем Говорили Это Прекратит Недоумение Даниила Даниила Седьмая Голова Девятый Стих Видел я Наконец Что поставлены Были Престолы И Воссел Ветхие Днями Не Дедушка А еще Ветхие Более Одеяние На нем Было Бело Как Снег И Волосы Главы Его Как Чистая Волна Престола Его Как Пламя Огня Колеса Его Пылающий Огонь Вот Все Мы должны Сказать Что Бог Изображается Так Как Ему Угодно А не То Что С дедушкой Еще мы Будем Его Признавать Именно Так Но Изображать Нельзя Это Определенно Принятый Канон Видите Как Мы должны Резко Отделить Действительно Он Ветхие Днями Показан Был Это В Духе Святом Но Изображать Нельзя Это Вот Есть Антропоморфизм Который Здесь Другое Слово Самое Я Говорил Как-то Самая Строгая Книга Она Самая Маленькая Почти Послание Иуды А вот Есть Самое Такое Сказать Красноречие Или Что-то Изысканное Выражение Это Даже Который Человек Как Иероним Привязан Был Цицерон И В первую Очередь Подмечает Эту Книгу Это Премудрость Соломона Не Каноническая Книга И Она Говорит Об этом Как Язычники Умно Исследуют Природу Географические Общества Познают Как Мудро Устроено Как Звезды Идут С какой Точностью Я Как-то Слышал Изобретены Были Это Уже Давненько Сейчас Может Другое Урановые Часы Которые Дают Погрешность Кажется На полсекунды За две тысячи лет А с чем Сравнивали Со звездами Со звездами Полсекунды Нашли А что Для управления Днем и ночью И звезды Даны для этого Дальше Какие звери Какие птицы Это все Соломон Там перечисляет И познав это Как они могли Не познать Сотворившего Их И вот Поэтому Они безответны Они будут Стоять и молчать Как мы Не могли Не познать Вот сейчас И заметьте Вот эти Которые Главные Вдохновители Были Для нового Изыщества Они внезапно Умирают Левашов Николай Там Глаз Один У него Поврежденный Что-то Был Он там Все Академик И в Америке Был Ему там Присваили Раз И умер Маленько Погодя Кажется Жена Умирает И говорят Это какой-то Пучок Особой энергии Из космоса Поразил его Это его А потом Показывают Как его в топке Сжигают Он жирный Такой был Вот Ну как Новодворская Но мы должны знать Вот после этого Петров был Генерал Петров Константин Он просто Клеймил христианство И внезапно Раз И умер Все это Приписывает Я слышал это Путину Кто с ним Вставал поперек пути Все будут сметьены А я так подумал А Путину нужны Мы С такими рассуждениями Может где-то И что-то Но здесь Зачем ему бы Это надо было Я считаю Что это перст Божий Вот сейчас Как его Задборник Или кто там От кривляка Выходит Он сейчас В больнице Тяжело лежит И надежи Никакой нету И молиться Не знаешь о нем Как Только Бог знает Ну он везде Все высмеял Христианство Праздники Он язычник И мы должны Вот для себя Это взять Вот я сказал Книга Премудрости Соломона Кто не читал Пожалуйста Прочитайте И найдете Как раз Толкование На то место Которое Сейчас Павел Говорит Отошел Брат Можно Два слова Да Я про иконы Вот в нашем храме Здесь Он новый храм Строился уже Последний Опыт В 90-е годы Там у нас Изображение Иконы Настенная живопись Художники Изображали Современных Людей В ликах Святых То есть Иоанн Богослов А это был Один наш Это Ну старичок Там у нас работал Он его Художник Изобразил Лицо его Иоанна Богослова Это Как лицо Этого Старичка А в алтаре Херуины были Ну там Шестикрылые А он Изобразил Своих детей Допустим Вот так Вот изображают Ну Попутно Вопрос Вот Троицу Изображают Три Ну Три Непонятно То ли Женщина То ли Мужчина Это Как К этому Относиться Тоже Троицу Грибоедова Александра Сергеевича Есть такое Говорит Чтоб злоб Пресечь Собрать бы Книги все Да сжечь Да собрать Эти иконы Да сжечь Я у одной Был И у нее на стенах Там сколько Налеплина было А Михаил Кальмаев Знает У Нины Филонова Это Я где-то около 120 иконок У ней Снял Она сама Снимала Отдавала А когда мы Выехали Разожгли Большой костер Помолились И сожгли И это Согласно того Как говорят Святые Бывает Не подписано Бывает Стерся Лих Или как-то Не нардугайся А прямо Сожге его И на этом все Не надо этим Увлекаться Вот сейчас Только считали Поклонялись Камню А гробницы Поклоняются Она вся каменная Не камня Мы как раз И влетаем В эту нишу Я говорю Что сегодня Вечером Я буду Готовить ролик И выставить Через неделю Посмотрите О гробе Господнем Рассмотрение Будет Все во свете Библии Я привожу Более 60 Мест Из священного Писания Целыми пакетами Которые Ставят Под сомнение И дальше Ненужность Этого И явления Которые Показаны Совершенно Не относятся К тому Как Бог Показывает Все Есть Что-то Давайте еще Прочитаем Потом Вопросы Будем задавать 24-25 Стихи То и предал Их Бог В похотях Сердет Их В нечистоте Так что Они Сквернили Сами Свои тела Они Заменили Истину Божию Ложью И поклонялись И служили Твари Вместо Творца Который Благословен Во веки Аминь Прокование Слово Предал Употреблено Вместо Попустил Подобно Тому Как врач Пользующий Больного Видя Что он Не брежет О диете Не слушается Его Предает Его В большую Болезнь То есть Оставляет Его И попускает Ему следовать Собственной Воле И таким Образом Не освобождаться От болезни Некоторые Впрочем Выражение Предал Их Бог Разумели Так Предал Их Обиде И дерзости Причиненными Ими Богу Подобно Тому Как Говорим Такого Погубили Деньги Тогда Как Деньги Не губят Но Злоупотребление Ими Или Саула Развратила Царство То есть Злоупотребление Царство Итак Язычники Преданы Нечистоте Собственным Непотребством Так что Не было Надобности В других Которые Оскорбляли Их Но Они Сами Причинили Себе Оскорбление Ибо Таковы Нечистые Страсти Те За что Же Преданы Они Нечистоте За то Что Оскорбили Бога Ибо Кто Не хочет Знать Бога Тот Тот Сейчас Развращается И в нравственности Как и Давид Говорил Сказал Безумец Сердце Своем Нет Бога Потом Они Развратились И совершили Гнусные Дела Псалом 13 1 Они Изменили То Что Поистине Принадлежало Богу И Предложили Это К ложным Богам Поклонялись Поставлено Вместо Воздавали Честь И Служили Вместо Оказывали Служение Делами Ибо Это Означает Честь Оказываемую На деле Не Просто Сказал Поклонялись И Служили Твари Но Вместо Творца Величивая Вину Сравнением Несмотря На то Говорит Бог Благословен Вовеки То есть Немало Не потерял Вреда От того Что они Оскорбили Его То есть Благословен Вовеки Непоколебимо И Несомненно Ибо Это Значит Аминь Ошибку Допустим То есть Немало Не потерпел Вреда Ты Почитал Не потерял Да Тут Немало Не потерпел Вреда Я оговорился Он сказал Не потерял Вреда Простите То есть Бог Благословен То есть Немало Не потерпел Вреда Да Ну потерять Вред Вред Как можно Потерпеть Да Согласен Благодарю Пожалуйста Вопросы Так Время у нас Час прошел По этому Отрывку Есть вопросы Нету Тогда Есть вопросы Давай Ребекка Давай Перед этим Мы прочитали Что Они Изменили Образ Недленного Бога На Образ Недленного Человеку Можно ли Относить К тому Что Есть Учения Которые Принимают Мессию Иешуа Как Человека Только А не Как Бога Пожалуйста Желающий Ответить Игнать Тихонич Вопрос Понятен? Очень Даже Понятен Мне Интересно Как Какой Ход Сделан Я Первый Раз Слышу Чтобы Это Место Так Можно Или Нельзя Действительно Ход Каем Да Действительно Вот Даже Никогда Не Подумаешь Что Тем Более От Женщины Такой Вопрос Будет Можно И Особенно Это Относится К нам И Когда Поют Везде В церкви День Торжества Православия Анафемы Там Сеньки Разину Там Пугачева По сегодняшний день Поют А А А А А А А Я Нахожу Анафемы Два Раза Хотя Четыре Раза Повторяется И Они Все Против Православных Кто Не Любит Господа Морана По Анафема Кто Не Любит Господа Да Больше Всего Кто В революции Пошел Возьми С тьмы И И И И И Если Кто Не Знает Я Б Этот Материал Сейчас Прочитал Ну Я Не Знаю Может Кто То Не Знает Я Могу Прочитать Если Хотите Прошли След А Может Скопируйте Да Скиньте В чат Потом Почитаем Что Времени Занимать Потому Сейчас Время Ответ Вот Одна У нас Кандидат Наука Она Пять Лет И Нашла На 300 Человек 300 Моченых И Только Один Что Знает А Что Еще Не Определенно Я Это Все Показал Епископу Принес И Охол Охол Вот Такое Она Полностью По Процентам Выздала Это 100 У Ней Было Там Групп 5 Лет Студентов В Техническом Университете АГТУ Вот Такое Дело Ну Должны Сказать Только Аминь Вот В Образ Подобный Человеку А Это Означает Непризнание Божества Мы Всегда Должны Разделять Когда Господь Делал Как Человек И Где Как Бог Особенно Это Зрима Было В Ефсиманском Саду Как Человек Он Говорит Да Минует Меня Щаше Сия И Во Что Страх Страх Который Смерти Не Так Я Ничего Не Боюсь И Дальше Как Бог Отвещает Впрочем Не Я Как Хочу Но Как Ты И Поэтому Надо Всегда Делать Это Разделение Если Не Знаем Смотреть Как Толкует Святые Отцы Заблудиться Здесь Проще Всего Вот На Привершенец Но Несправедливо И Я Должен Восстать Давным Давно Все Католично Патриарх Кирилл Ничего Не Сделал Того Чтобы Новое Было Такое Он Предал Православие То Другое Давно Все Предано И Второе Если Не Будет Говорить Как Написано Анафема Как Мы Говорили Еще Раз Говорю Анафема Галатам 1 8 9 И Когда Ты Будешь Так Рассуждать Это Самая Конструктивная Программа Из Анафемы Я могу Вырваться И спросить Любовь к Богу Любовь к Библии Все Анафемы Пройдут Мимо А иначе Мы Крещим Торжество Православия И покоряйтесь Звики Яко С нами Бог Будет Не истинная Молитва Они Не могут Нам покоряться Мы Сами В заблуждении Вот Так И Надо Смотреть Гнев Направлен Внутрь Себя И Это Есть Раскаяние Пожалуйста Еще Вопросы Сейчас Вопросы Да Да Можно Сейчас Я тут Нашел Сегодня Буквально Вот О синодальном Переводе Библии Синодальный Перевод Не является Священной Коровой Говорит Митрополит Ларион Которой Нельзя Прикасаться Неточности Этого Перевода Очевидны И достаточно Многочисленны Заявил Глава Дела Внешних Церковных Сношений Митрополит Ларион Ну и так Далее В общем Пишет А тут Подхватили Люди Которые Недоброжелательно Для меня Допустим Православная Догматика Что сохранена В этом Переводе Это как Достоинство Я вижу В этом Достоинство А для Недоброжелателей Оно Как Недостаток И тут Митрополит Поет В унисон С ними Что нужно Изменять Нужно Переводить А зачем Спрашивается Переводить А потому Что делать Наверное Им нечего Я так думаю Они бы С церковно-славянского Перевели Богослужение А этот Перевод Не трогали Это было бы Хорошее дело И тут Понимаешь Постоянно Покушаются На этот Синодальный Перевод Постоянно Вот я обращаю Внимание На это А можно Я вопрос Задам Михаил Загмаю Миша А кто Тебе Мишает Выучить Черковно-славянский Язык Вы все На него Что-то Ополчились А почему Никто Понять Не хочет Это такая Красота Такое Божество Скажите Почему Этого Никто Не хочет Эти царские Одежды До себя Примели А мы Постоянно В грязь Старкиваем Не хотим Этого Понять Не хотим Этим заниматься Вот это Плохо Почему Это Плохо Может быть Стоит Поучиться А речь Что не о церковно-славянском Языке Была Валерия Да нет Это постоянно В этом Присо Нет Это Продолжение Вопрос А и Вопрос Игнатия Тихоныча Игнатия Тихоныч А кто Скажи И что Значит Если мы О католичины До такой Степени Что мы Должны Позволять Все И патриарх Пусть ездит Туда Пусть Публичные Дома Ходит Мы же Все Католичины Это По-вашему Как Получается Давайте Ну что Мы сбросим Никаких Законов У нас Не будет Апостольских Правил А что Нам первое Апостольское Правило Соблюдать Зачем Не надо Нам Это Соблюдать Мы же Все Католичины Да Не было Контекста Что не надо Соблюдать Было Соблюдение Что Вы Соблюдали Не у Всех Конечно Церковь Святая Непорочная Она Сохранится До последних Времен В нашей Общине Ничего Не о католичине Слава Богу И о других Общине Не Имеется ввиду Что говорят О патриархе Что пусть он ездит Чего мы там Не по патриархам Пускай он ездит Слава Богу Мы все Католичины Игнати Так что Теперь Да поздно Спохотили Смысл То в чем Поздно Спохотили Так это Понятно Что Да хорошо Хоть поздно Кулак Махать Уже Если Поздно Пить Поржоми Когда печень Отвалилась Такая Поговорка Вот что имел Смысл Какой А не то Что нужно Это не говорит о том Что нужно Опустить руки Брат Валерий Брат Валерий Одно дело Ездить А при чем Тут публичные Дома У кого Такие средства Что Ну что Ты его Посмотри Фотографию Когда он Догорает На Черном море В труселях В одних Посмотри Я не знаю Недалеко Уже осталось Не видел я Ну Если даже Догорает Так при чем Патриарх Михаилом Вот Вернее В синодальном Переводе Что его Посчитают Неправильно Имел ввиду Перевод на русский язык Мишта Имел ввиду Не на церковно-славянский Я имею ввиду Что церковно-славянский Перевод Я не считаю Что он Неправильный Я имел ввиду Что его Люди не понимают Хотя ты говоришь Что надо выучить Я допустим Несколько лет На клиросе Читал апостола На церковно-славянском языке Что мне говорить Об этом Я же видел Своими собственными глазами Что Что Как ни читай Внятно Или раздельно Все равно Люди Не доходят Если на русском языке Засыпают А уж на церковно-славянском Вообще никто не воспринимает Практически ничего Так Некоторые слова Это мертвый язык Вот поэтому-то его и надо Сделать живым Церковно-славянский Такой бы он и красивый не был Как бы я к нему не привык Но я понимаю Что до людей не доходит И это самое главное А нужно чтобы слово Божие Доходило до людей А наше богослужение Оно пропитано Учением Церкви О спасении Там буквально можно Даже это Это вторая по сути Библия А люди Проходят мимо Уходят пустые Вот я недавно Задал вопрос Задал вопрос Скажите мне Что такое Переведите Никто не мог перевести Никто Простые слова Несколько слов Никто не знает А если бы на русском Уже понятнее было Не надо переводить Не надо искать переводчика Стоишь на богослужении Сразу понимаешь Ты думаешь На русском Мыслишь Во сне тебе Как говорится Все ты на русском И поэтому Зачем его усложнять Нужно Сделать доступным все Чтобы люди понимали Слово Божие Можно А вон Это Макаров Иван Да Я хотел сказать Если вы позволите Реплику По синодальному переводу Слышно да Да Реплику По синодальному переводу Правильно говорят О том Что переводить Новые переводы Вводить В оборот Это не нужно Потому что Как все наверное Знаете о том Что Синодальный перевод Его Еще Александр I Постановил о том Чтобы нужно перевести Со славянского Библию на русский То есть Это в течение Целого столетия По крайней мере 50 лет Полстолетия Переводили Библию Со славянского Из других Из других Который переведен На русский Он такой красивый язык Так богат Сделал этот перевод Что я думаю Никаких переводов Не нужно На современном этапе Ну понятно Я Многие здесь Я думаю Согласны С этой мыслью Это реплика Непонятно Мы же говорили Зачем Зачем учить Церковно-славянский Когда все переведено Разрешите Я говорю Переведено по любви К русским людям Я не понимаю Зачем эту любовь Отвергать А ты возьми Учить церковно-славянский Люди старались Переводили Хотели Чтобы я познал Христа А другой Мне тут надо Сейчас это Русский убрать Это опять Вернуться С какой целью Так кто тебе Так говорит Что надо Русский убрать Я говорю Что чтобы Понимать его Как говорит Игнать Тихонович Не надо узко Это все понимать Может быть Это как-то И по-другому расширит Если на клиросе Михаил Дорогой мой Я тоже пою на нем Если петь так Как заунывно Как вы поете Это конечно Так будет Хоть на русском Хоть на татарском Вы поете Если через себя Это не пропускают Правильно Говорит Игнать Тихонович Как вы читаете Апостольское правило Ту-ту-ту-ту-ту-ту И пошло А где твое отношение Какие оно там Пятидесятый псалом Когда тебя Так вот Трепетал Если бы так читали Как в театре Читают Валерий Я не соглашусь У нас Игорь Любунов Пятидесятый псалом Очень хорошо читает И в интернете Я искал Богослужения на русском Не нашел ни одного Нету их Чтобы по-русски служили На родном языке Ну нету А почему Церковный Словенский Стал не русским Церковный Словенский Стал не русским Потому что он не русский Можно немножко Добро сказать Он не русский Я никогда О церковно-славянском Не говорил Я родился Русский Не церковно-славянский Давай Я хотел Добавить Сказать Что Вот то что Вопрос поднимает Вот Валерий Этот вопрос Разрешали Даже не богословы А 200 епископов Российской церкви С 1917 По 1918 Год И среди них Самый Такой Непонятный Ну как бы Некоторые его Даже считают Предателем церкви Это Сергий Строгородский Он тогда был Митрополитом Петроградским Когда ему Не собор А сенот Поручил Поручил Проверить Как люди Понимают Церковно-славянский Язык И он С 9-го года С 1909 И по 17-й год Когда он доклад Делал об этом Он делал Эти проверки В разных церквах В разных Иппартиях И он пришел К выводу Люди Не понимают Церковно-славянского Языка Читайте Все решения Собора Который принимался Если бы Большевики Свиньи Эти Сатанинские У нас бы Сейчас бы Все было Совсем по-другому Просто решения Не успели До конца Принять Но некоторые Были приняты Решения В тех Общинах Которые Желают Чтобы служба Была На понятном языке Все Сакраментальные Места Которые Библейские Ветхого завета И иного Могут читаться На русском языке И мы По этому пути Наша община пошла Мы вот Это постановление Показали епископу И епископ Ну Не знаю Согласился или нет Но он Нам не запретил Хотя вначале Он сказал Да Вы только скажите Библию читать Потом дальше Захватите Туалет А потом перевод И будет у вас Там как у этого Кочеткова Все В этом Ну в Москве Все перевернется Опять будете там Требовать Церковнославянский Вес язык убрать Но мы на это не пошли Оставили Теснопение Потому что нам нравится Петь на церковнославянском Хотя Как здесь говорили И это Общеизвестно Надо просто Взять Открыть там Векопедию Или что И прочитать Что церковнославянский Язык состоит На 60 Больше 60 процентов Это болгарский язык Потому что Болгария изобретен И там дальше Еще венгерского Сколько-то есть И разных других языков Ну и русского Тоже немного Но немного Совсем Поэтому он никогда Не был Во-первых Языком полностью Какого-то народа В употреблении И никогда Он не был Русским языком Он в Россию Пришел из Болгарии Это тоже Общеизвестно Поэтому Следовать тому Как вот евреи Допустим Взяли свой родной язык И все народ Весь выучил У нас Это Не пойдет Это Не пройдет Что постановление Собора и решило И заменить Церковно-славянские слова Которые непонятны В употреблении Церковном На русские слова Это все было Постановление Собора В 18-м году Четвертый отдел Можете прочитать Все Благодарим За информацию Еще вопросы Пожалуйста Олег Пожалуйста Да я хотел Добавить В слове написано Что Павел Когда Писал Карифским Церквам Что там У них Практиковалось Говорение На иных языках И там Было Сказано так Стремитесь Обогатиться Дарами К наседанию Церкви Лучше Я в Церкви Божьей Предпочитаю Сказать Несколько слов На понятном языке Чем уйму Слов На непонятном Если я говорю На непонятном языке То я говорю Себе и Богу Как другой Скажет На эти слова Аминь Может Если он не разумеет Эту основу Я еще уже странец И все Все служения Должны быть На доступном языке У китайцев На китайском Пусти их на русском Чтобы было понятно А если это непонятно То кому и говорится Тогда это Если кто Говорит на непонятном языке Для окружающих То ты говори Сам себе и Богу То есть А если есть Сталкователь Пускай переводит А если нет таково Ну тогда Пускай лучше и молчит То есть А если Служба ведется Для Приход Не знаю Для окружающих Оно должно быть На доступном языке Все я закончу Разреши Это Я Свату Скажу Я хотел сказать Что это все Не так просто Олег Сват Дело все в том Что если Ты возьмешь Сейчас Текст церковно-славянского языка Евангелие И начнешь читать То ты практически Все поймешь То есть Вот Дело-то даже И не в этом Это просто Не было такого языка И все И теперь дальше Ну не надо Городить огород Он же пришел Вот мы же разговариваем На этом Русском языке Ну и все И дальше надо идти Просто церковь Застыла В каком-то Немом ужасе Они говорят Мы в благоговейном ужасе Застыли Просто нету Того патриарха Который двинул У нас патриархи И митрополиты Занимаются Только дележом власти Или гордость свою Возвышают А чтобы Конструктивно Вести народ Божий Ну вот попытка Была уже У церковников Оживить церковь Ну тоже все пришло К тому что Перед правителями Большевиками Склонились В 22 году Введенский Хотя начало Неплохое Русский язык Переводы везде И богослужебные были И неплохие переводы Кочетков как раз Пользуются такими И ничего страшного Не происходит Ну видели мы Эти переводы Да Но дело все в том Что все зависит От массы людей Которая стоит Перед алтарем Вот в чем дело Люди вас как Воспринимают Нам зачем Восстания-то эти Когда мы Христовые дети Он же тоже Господь смотрит на нас И говорит Ну что вы такие Неразумные Не можете уже Вам все оставили Наследие величайшее И вы все На бунт переводите Работники Ничем не довольны Митрополит Ларион Кстати Сам Прекрасный переводчик И его переводы И вот у меня есть Молитвы некоторые Из евхаристического канона Отличные переводы На русский язык Там все доступно И понятно Это вообще прекрасно И сложение И слово Там это Ну просто Удивляешься Почему они только это Боятся Переводить На русский язык Они боятся народа Который Не хочет этого А народ Народ-то надо Просвещать Народ-то надо Говорить ему Об этом А Есть переводчики И могли бы перевести Если бы захотели Я думаю тут Извините Слово Божье Когда Первосвященник Сказал Этот народ Невежда Проклят он И он Проклял Заодно Видать Этот еврейский Первосвященник И русский Тоже народ Незаконное Проклятие Не сбудется Уже Революция Прошла Какое Тут еще Проклятие Всему Свое время Уже Опаздываем И опоздали Уже Давно Надо было Перевести Его Богослужения И все Прочее На русский Язык На понятный Доступный На котором Думаем И мыслим И разговариваем Это было бы По-божески Это было бы По-евангельски По-христиански А не так Уперто Стоять на своем И страха Как правильно Говорит Игорь Благоговейном Страхе Замерли Перед Церковно-славянским Хочу добавить Что Вот это Уже у нас Есть азбука Для Тех Кто хочет веровать Это Книги Игнатья Тихоновича Вот К истинному православию Для слова Божия Нет Туз Я считаю Это азбука Для христианина Бери эти книги Читай И мало Не думая Только там Не изобретая Ничего Как Осипов А просто дальше Открывай там Что написано Перфилакта Болгарского Златоуста И перед тобой Открывается Вот это Пещера Али-Бабы Только это Православное Учение Перед тобой Откроется Ты увидишь Драгоценность Вот эту жемчужину За которую стоит Отдать жизнь А это все Простите Я вот маленько Слушаю Я понять не могу Против кого Идет война Кто здесь Против Нормального Роскопеевода Война не идет Не против кого Просто идет Разъяснение Что Мы должны Разговаривать На понятном Валерий Он сказал Что нужно Учить всем Церковно-славянский язык Ну тут Апологет И сказал Что Зачем Давайте Может быть Начнем Богослужение На русском Чем всех Заставить Я про это И говорю Что это Гораздо проще Не учить А воспользоваться Тем что есть А почему Не поучить Что это Помешает Это что Кругозор Усузит Наш Вот Игорь Дубунов Говорит Что это Все понятно На церковно-славянском Вы возьмите Псалтырь Да почитайте На церковно-славянском Как она звучит Она божественно Звучит В отличие Нет Не божественно Недорогой Не божественно Не согласен я с тобой Ну не согласен И люди И святым духом Переводили ее Ты считаешь Столько духовных Чего Не почему Я же не говорю Какой Ты сам сказал Что она на русском Звучит Псалтырь Псалтырь Да Она звучит хуже Чем Не на церковно-славянском И чем же хуже Понятно Понятно Игорь Дубунова Вы тут зря приплели Это полка Иван Извини Извини Можно понять Псалтырь Вообще Ничего не поймешь Ничего Непонятно Псалтырь Вообще Ничего не понятно А вот Евангелие Понятно И это можно Прям хоть сейчас Давайте останемся И почитаем На церковно-славянском Евангелие И Псалтырь И ничего не разъясните Мне этот Псалтырь Потому что Там очень много Таких слов И оборотов Которые мы В жизни не применяем А Евангелие Это простым языком Сказанные слова Для людей Чтоб спаслись Они понятно Переводятся Вот один батюшка Сказал Нам то непонятно А бесу то понятно Так мы бесом Что ли На богослужение Приходим Поклоняемся Что ли Нет мы не поклоняемся Мы воюем С ними Но молимся Богу Они По-другому Без кибесу Что ли Никак Я не помню По-другому Обращаемся По-другому О русском переводчикам Плова Есть такая песня Виктора Савченко Заведите В интернете Послушайте Сергей Сергей Прошу О чем мы сейчас Говорим Этого Русского языка Призывающего Благодати Благой вести На русском языке У нас нет В храме В ограде Нет его Вот и все А оно должно быть Новое На русском языке На современном Как это сделать Поклоняемся 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 Поедите Слово-то Божие Очень хорошо Звучит И призывание Призыв идет Очень хорошо И молодежь Обращается И весело У них И поют И гимны Поют И почти что Народные Песенки Поют А в церковной Раде В храме Ничего Абсолютно Стою И так Кое-что Догадываюсь Что читали Апостол Что читали Евангелие А остальная Служба Для меня Вообще Ничего не представляет Просто стою Благоговейно Если могу Ни о чем Не думать больше А если не понимаю То приходят мысли Думаю о чем-то другом Простоял И ушел Вот Я про себя Только так могу Вот это Сказать Не знаю Как вы Вот Никто же не хочет Ни патриарх Наверное Никто Вот Все это Славянская Служба Вся Храмовая Так Затем Аминь Все правильно Говорите Так У нас еще Четыре минуты Вопросы Может быть У кого-то Еще есть Не по Сережа Эти полчаса Отданы были На вопросы Ты должен Регулировать Это Относительно Языка Относительно Языка Разговор На эту тему Продолжим Тогда Когда зайдете На наш сайт Народру Кто не знает Где Обратитесь Во свете Библии Там есть книга К истинному православию Моя книга Я 40 лет Собирал материал И там написано О слове В заголовке О слове Выше это Ничего нельзя сказать Все соборы Показаны Жития святых Ну конкретно Вот это место Вот сейчас вы говорили Вы могли привезти Запишите себе Это я сейчас Потрачу одну минуту На это Пишите Ниемия Книга Ниемия Восьмая глава Восьмой стих И считали Из книги Из закона Божия Внятно И присоединяли Толкование И народ Понимал Прочитанное Народ понимал Сегодня 90 примерно 5 процентов Ушедших Из православия Речь идет О миллионах людей Ушли из-за Непонятности Только крышку Говорит Соловали Революционер ответил Метрополиту Кажется этому Филарету Когда он стоял На охране Собора Как раз Мы должны Прочитать Слова Пиафана Затворника Он говорит Сегодня Завтра Сегодня Завтра Но нужно Приступить К переводу К переводу Всего богослужения Потому что Мы теряем Все Это не видеть Ну просто А вот певучий А вот говорит Хорошо Мертвый язык Мертвый Называется язык На котором Никогда Не разговаривал Ни один народ Он искусственный Уже показали Вот мы сидим За столом В Новосибирске Это не просто А знатоки языка Старообрядец Руководитель Из московской Патриархии Отец Александр Пивоваров Магистр Богословия Там кандидат Богословия Там не знаю кто Божьей милостью Истинный проповедник И Канон Одну страницу На Троицу Переводят Четыре человека Одну страницу До обеда Только смогли Кое-кое-как слепить Там невозможно Переводить Язык сломаешь Я стою Однажды здесь В Армандо Магазин Православный Никита Томсонаров Заходит батюшка Он знает Что я сторонник Абсолютно Русского языка Ну а почему Вы про Можешь же выучить Я говорю Почему никто не выучил Как никто не выучил Ни один Я 53 года Вас ищу Ни одного не нашел Ну вот я перед вами Я говорю Можете говорить Да А если не переведете Да мы с женой Разговариваем Ну хорошо Слушай Как вас звать Откуда там Скулунды Отец такой Ладно Переводи Я пришел В магазин Купить необходимые Утварь для церкви Слушай внимательно Три предложения Сделаю Но спускаясь По ступенькам Наступил на шнурок И упал И расквасил Упрямый Поповский нос Переводи Он глазами хлопается И ты все Говорю что Двойка Ну переведи Ничего ты не переведешь Это мертвый язык Мертвый Я самостоятельно изучил Немецкий Английский Занимался еще на семи языках И когда потребовалось переводить мне книги Славянские церковные Я сел за это И в течение полутора месяцев Я на нем уже Мог бы разговаривать Но разговаривать я не буду Перевести книги Только три книги перевел Из церковно-славянского Это мертвый язык Да кто будет учить его Кому этот талант отдан Да если надо учить Так почему не учить Зачем Феопан Затворник об этом говорил Зачем собор постановление дал Зачем пишет об этом Неемия Вот эти места засчитал там Олег Лучше пять слов Нежели тьму Тьму то есть десять тысяч Это представь пять И десять тысяч Это в две тысячи раз хуже А он говорит Чтобы понимали Сказать аминь Мы привыкли столбами стоять Иоанн Златоуст говорит Слова страшные Если По твоей вине О священник Погибнет одна душа Тебе не хватит всей твоей жизни Рассчитаться за нее А из-за языка непонятного Погибли миллионы людей И как можно оратовать за него Сейчас мы с вами встретились Вы меня спрашиваете Как проехать туда А я буду говорить И идти через лес Там тропинка Ни одного слова-то не знают Да кроме этого В славянском языке Там слова Какие блядства Слово А это церковное слово-то А сегодня восстают Против этого слова Там такие слова Которые сегодня уже Заматы считаются Это я просто Мимо пройти А теперь говорил Иларион Как он говорил я не знаю Если он говорил То мне вспоминается Один из моих близких знакомых Издает экзамен В Духовной Академии Московского Патриархата А его решили испытать Ну все пятерки у него Ну и решили Как раз то подначить А вот если так А если будет непонятно То вот как было Он повернулся К преподавателю-профессору И говорит Анафема вам Тот сначала вскинулся А потом Ай да молодец Садись в пять Если ты это говоришь Тебе уже анафема Почему? Еремия 48.10 Кто делает дело Господне небрежно Проклят А куда небрежнее Когда никто не понимает Никто И переводили переводчики Каких сегодня во сне нету Не то что Самоизмышленные Переводили с оригинала С еврейского Псалтырь переводил Профессор Павский Герасим Петрович Он перевел Псалтырь Евангелие от Матфея Я разговаривал Уж не раз говорил С Александром Менем Беседы Еврей Работает С еврейской литературой И когда я спросил А вы могли бы переводить Как Хвольстон Давид Аврамович И вот этот Павский Он даже отшатнулся от меня Да вы что Да никогда Вот и разговор Да легче еврейский выучий Чем церковнославянский У нас там половина слов Схожие с другим смыслом Совсем Выну Хвала ему Выну Выну это руку из кармана А это означает Всегда Живот Жизнь А люди думают Живот Это не просто так И таких то слов Стрящие Обрящие Даже по русски Паки бытия Не могут перевести Если это сказал Иларион То в каком смысле Он сказал Что синодальный перевод Имеет много недостатка По анафему ему Анафему Как этот студент сказал Вот что можно сказать Почему Он хороший музыкант Композитор Но Цити когда говорит Он не цитирует писание Он не знает Вот завтра я буду Сегодня вечером Вот сейчас Ко мне человек должен Подъехать В интернете И буду говорить О гробе Господнем 60 с лишним мест Пакетов А одно место Это бывает 10 стихов Вот Когда ты знаешь наизусть И приводишь Тебе дорого Каждое слово А когда ты ничего не знаешь Так По верхушкам Так Лишь бы налететь Шапку сбить С кондачка Тогда Тебе разницы никакой нету Это великий соблазн С такими словами сеется Я говорю До революции издавали Синодальный перевод При советской власти Синодальный Под Пимен Там Алексей За рубежом Синодальный Баптисты Только синодальный Пятьдесятники Адвентисты Седьмого дня Католики Их сдают Все синодальные Почему? Это один из самых Высококачественных Переводов Переводов А их уже больше Двух тысяч Он Вполне может Претендовать На лучший в мире Перевод И на него замахиваться Великий грех Совершать будем Через этот перевод Миллионы людей Получили доступ К благодати Божией К спасению И поэтому Он нам дорог Это Слово Божие Делали с великим Счастьем Из них уже Минимум Двое канонизированы Филарет и Макарий Алтайский Архимандрит Переводчики А у славянского Да ни одного Нигде Ни в одном мире Нигде этого не было Четыре духовные Академии Переводили Переводили В месяц Было три присутственных Дня В синоде И один был посвящен Проверке Поступающих Частей перевода И когда был Закончен В 1876 В том году Все поняли Совершенно Великое дело Но с Ападзанем На одну тысячу лет Уже поздно Поздно Уже все стояло рядом Потому что Я много лет Хотел узнать Почему архиереи Противились И прочитал Один выступает Я в записках Это нашел Он говорит Царю против Это называлось Тридцатилетняя реакция Не допускали переводить Это масоны Через библейское общество Царь Нельзя допускать Если люди будут знать Библию дать На русском языке В стране Произойдет революция Я так и ахнул Но дальше стал Размышлять Действительно так Умирали Не зная Бога Стояли в храмах Не зная Бога И поэтому Легко пошли На революцию Вот почему За одну погибшую Душу Из-за незнания Не хватит жизни Русский язык Да будет прославлен У Бога Это язык Великой нации Аминь 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 Валерий переводится Живой Живой Будьте живым Не мертвым Отошел Вот я это и пытаюсь Как раз Ну и хорошо Давайте поможем Достойно Достойно Истеково Истину Блажите Благородицу Присноблаженную И принепорущую И Матерь Бога Наши Град Честнейшую Сверху И Страннейшую Дескновение Сверхи Любящий Наш Отец Небесный Мы предстали Перед Твоим Величием И просим Во имя Господа И Спасителя Нашего Иисуса Христа Умершего И воскресшего Для нашего Оправдания Господи Ты призвал Нас Совершил Избрание Простил Нам Грехи Помоги Нам В Духе Святом Жить Быть достойным Тебе Воздай Милостями В Вечности Переводчикам На русский Язык Какое великое Сделали Они Дело До великих Сокровищ Слова Божия Мы не имели Доступа А они Открыли Своим Тщанием Трудами И научили Насценить Этот перевод Чтобы мы Жили достойно Слоб Изрещенных Духом Святым И во все Писание Бога Духновенно И писали И переводили Его Святые Божие Мужи Будущи Духом Святым Тебе Боже Слава За все Хвала Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь С Богом С Богом Отключай Сергей Отключай Хорошо Ну все Однако На лапу Легла